Спасибо большое за организацию этого форума. Действительно сложные условия. Мне очень приятно всех вас видеть. Я хочу сказать, что доклады были очень интересны. И лишний раз убедился, что мой доклад поставили очень правильно. После таких перспектив, инновационных подходов к проведению клинических исследований, внедрения адаптивных протоколов, я думаю, что стоит опуститься все-таки к основам проведения исследований и остановиться, наверное, на наиболее существенных моментах, которые до сих пор в отечественной практике остаются либо лишенными внимания врачей, либо выполняются не так, как это принято в соответствии с международными стандартами. Прежде всего, я хотел бы сказать, что сейчас союзное законодательство в сфере регулирования клинических исследований у нас значительно выросло с 2016 года. Вы видите, оно включает в себя ряд документов, помимо классических правил, выблежащих клинической практики. Это исследование биологических препаратов и исследование биэквивалентности. Но появилось ряд руководств, которые регулируют и ранние стадии изучения лекарственных препаратов. И вот в конце 2019 года появилось руководство по выбору неисследуемых лекарственных препаратов с целью проведения клинических исследований. Это то, чему в отечественных исследованиях понимание не удивляется. Потому что досье этих препаратов для врачей и исследователей, как правило, не составляется, а часто и стандартизация лечения этими препаратами, увы, не проходит. Поэтому это, пожалуй, первая такая долевая точка, на которую я хотел бы обратить внимание. И при проведении клинических исследований я вас отсылаю к этому руководству. Второй аспект, который я хотел бы обсудить, это собственные изменения стратегии проведения клинических исследований. В наше сознание достаточно прочно вошло понятие этапности исследований в соответствии с фазами. Но мы забываем, что истинная цель изучения лекарственного препарата – это демонстрация его безопасности и переносимости. То есть это не просто первая фаза, это как минимум два протокола. Это сравнение с плацебо в условиях краткосрочного и затем в условиях долгосрочного приема. Это исследование в обосновании режима дозирования, то, что проводится с отечественными разработками пролюрии. И, наконец, исследования по оценке эффективности, которые должны включать в себя исследования по каждой нозологии. Да, адаптивные протоколы позволяют объединять эти исследования в вот этот корзинчатый дизайн или баскет-дизайн. Но, тем не менее, изучаться должны все нозологии. Если речь идет об онкологии, то очевидно, что это должны быть изучения видов опухолей в зависимости от их гистологического происхождения и в зависимости от патогенетического процесса, который лежит в основе развития того или иного опухолевого процесса. Тем более, что последние достижения в геномике это позволяют делать. Если мы говорим об исследовании скопированных препаратов, то здесь на первое место выходят те или иные виды исследований эквивалентности. И в исследовании оригинальных разработок, и в исследовании эквивалентности скопированных препаратов мы сталкиваемся с тем, что клинические исследования определяются в первую очередь по тому исследовательскому вопросу, который мы ставим. Это исследование преимущества, исследование меньшей эффективности или, собственно, исследование эквивалентности. И вот здесь я хотел бы на следующих слайдах просто продемонстрировать вам, какие происходят, я бы сказал, неосознанно, а в силу сложившихся традиций смещение оценок врачей-исследователей именно в нашей практике, если мы говорим о проведении клинических исследований и постановке исследовательского вопроса. Если речь у нас идет об исследовании с изучением преимущества, то у нас, безусловно, есть зона отсутствия отличий, есть установленная протоколом так называемый лимит преимущества, и лекарственный препарат по результатам исследования должен преодолеть этот лимит преимущества, если мы доказываем его эффективность. Вот представим, что у нас получены результаты исследований по пяти протоколам. Да, они показаны здесь в виде среднего значения и доверительного интервала. А как происходит оценка в наших реалиях? Как правило, вот эти три протокола будут признаны успешными. Тогда как на самом деле, на самом деле, только вот этот протокол действительно ответит на вопрос, что лекарственный препарат и клинически, и статистически обладает доказанным эффектом. То есть некоторая переоценка лекарственных препаратов имеет место именно из-за некорректной статистической обработки, из-за некорректного отношения к постановке статистических вопросов. Если мы посмотрим на исследования не меньшей эффективности, то мы увидим, что те же пять результатов, полученных в пяти протоколах исследования, здесь будут расценены как действительно показавшие выполнение поставленного исследовательского вопроса три последних протокола. То есть если мы вернемся назад, то у нас получается, что в силу возможно не очень глубокого понимания основ статистики при фактическом изучении превосходства чаще всего в наших исследованиях врачи, исследователи и компании делают вывод руководство из-за критерий не меньшей эффективности. Еще одна проблема – это исследования эквивалентности, которые, казалось бы, достаточно простые, достаточно стандартизированные, и есть четко установленная область эквивалентности. Ну, как правило, стандартная – это минус, в меньшую сторону – это 80%, в большую сторону – это 125% отличий в концентрации и площади как фармакокинетической тревоги или биогастотности препарата. Но если здесь мы посмотрим на вот это распределение результатов, полученных в семи протоколах исследований, то, как правило, нам хочется вот в этой зоне сказать, что препарат доказал свою эффективность, а в последних двух случаях, как правило, тянет сделать вывод о том, что препарат лучше референтного и требует дальнейшего изучения. Тогда как на самом деле, собственно, зона эквивалентности лежит вот здесь, а оба маргинальных случая – и уход в меньшую сторону, и выход за большую сторону зоны эквивалентности – говорят о неудачной разработке препарата, и об необходимости его коренной переработки, или начала исследования как новой молекулы, как нового гибридного препарата, и никак не продолжение доказательства его преимущества как копии над оригиналом. Соответственно, вот так вот распределяются ответы при заключении обыкновенности, и здесь опять же возникает достаточно тонкий момент – это оценка вот этих вот пограничных значений, когда доверительные интервалы пересекают границы эквивалентности. Как правило, здесь делается стандартный вывод о том, что препарат не эквивалентный, тогда как здесь корректный и статистический вывод должен говорить о том, что в рамках исследования невозможно ни отклонение, ни принятие нулевой гипотезы. Это тоже практически не встречающийся в нашем реале результат корректной формулировки исследовательского вопроса. В этой связи я хотел бы сказать, что у нас завершено публичное обсуждение проекта по применению правил биостатистики, выполненное на основе международного документа СИИЧ, СИИЧ-9, и мы надеемся, что в следующем полугодии наш пакет документов, которые касаются регламентации различных фаз химических исследований, пополнится еще и этим документом. И возвращаясь к дискуссии, кстати, которая у нас была поднята по эпидемиологическим исследованиям, и вот комментарии Александра относительно того, что, возможно, сообщество напугало попытка сверху спустить какие-то регламентирующие критерии, и это вызвало как бы отторжение. Вы знаете, вопрос ошел о том, чтобы применять хотя бы правила надлежащей клинической практике и к исследованию эпидемиологическими исследованиями гигидациями. И уже это вызвало вот это резкое неприятие. Поэтому я бы сказал так, что наши проблемы, которые имеются, проблемы в геопринических исследованиях, они связаны не только с тем, что недостаточно быстро внедряются новые разработки в виде адаптивных протоколов и мастер-планов проведения клинических исследований. Но, наверное, они заключаются еще и в том, что существует достаточная косность, сложившаяся с тех времен, когда пренебрегали статистикой, когда не было понятия о вот этой культуре исследований и ее внедрение, даже в эпидемиологические исследования, вызывает протесты. И это, в свою очередь, порождает то, что результаты, которые получаются вот на микразийском пространстве, они вызывают определенный скепсис в западной и даже в восточной медицине. Спасибо большое, коллеги. Это, собственно, все, что я хотел сказать. Благодарю за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.